В этот день, в День Учителя, я собираюсь сделать что-то очень особенное. Я сделаю невозможным возможное. То есть наоборот, я сделаю то, что до меня никто никогда не делал. Я запущу в невременной временной портал. Так, все записали, все понятно. Презент кон... Курочкин. Презент континуус. Инг. Инг. Так, Курочкин, ты думаешь то, что ты на задней парте сидишь, я тебя не вижу? Все вижу. Инг. Что происходит? Дети. Смотрите. Курочкин. Где я? Упс. Кажется, что-то пошло не так. Где мои ученики? А вы кто такая? Я не знаю, как вам об этом рассказать, но по совершенно независящим от меня обстоятельствам вы оказались в 2019 году. Я так понимаю, вы моя коллега, да? Вы тоже учитель английского. Да. Преподаю английский с 1963 года. Уже 4 года. Вы как-то не очень похожи на учителя. Мне кажется, вы меня обманываете. Где я? Нет-нет, я правда учитель. Я вам сейчас докажу. Вот учебники, по ним я работаю. Ого. Ничего себе. Все по-английски. Как же ученики понимают, что от них требуется? Что-то тут не чисто. Ученики вместе с учителем читают задания и разбирают, что нужно сделать. А если они что-то забыли, что же им из-за каждого слова в словарь лезть? Да. Но это не так сложно, как кажется, потому что у каждого ученика есть словарь в телефоне. В телефоне? Да. Вот так выглядит телефон, а вот так выглядит словарь. А еще в телефоне они учат слова в разных приложениях. Never mind. Ну и для чего же они вообще английский учат, если и так все можно найти в этом вашем телефоне? Сегодня учителя придерживаются коммуникативного подхода, то есть цель наших занятий это успешное владение учащимся набором навыков общения. Так с кем же они общаются? Неужели американцы захватили? Нет, нет, никто нас не захватывал. Просто английский это международный язык. Люди сегодня много путешествуют и в любой стране разговаривают на английском, поэтому мы его и учим. И что же, можно просто так поехать путешествовать? В Чехословакию, что ли? И в Чехию, и в Словакию, и хоть на край света, и везде говорят по-английски. И что, ученики все понимают? Ну, когда это разговаривают? Это и есть цель наших уроков. И как же они учатся разговаривать так, чтобы они понимали и чтобы их понимали? Да у вас, наверное, лингофонные кабинеты имеются, товарищи. Мы стараемся вести урок на английском языке, показываем им видео, коротенькие кинокартины. Включаем записи, чтобы они выполняли задания, слушали одновременно. И, в общем-то, стараемся делать все, чтобы у каждого ученика была возможность практиковать речь на уроке. А где вы берете эти записи и маленькие картины? В моем времени ничего такого нету. Сегодня у нас много ресурсов. Почти каждый может смотреть английское или американское кино, читать книжки в оригинале, не выходя из дома. А вдруг они на приемнике поймают американскую радиоволну? И все поймут. Ну, мы только порадуемся. Значит, наши уроки прошли не зря. Значит, вы учительница из 2019-го. А где же ваша указка? А зачем мне указка? Я вот фломастер могу показать, если мне надо. Ну, а как же вы налаживаете дисциплину? Я вот пару раз указкой постучу по доске, по парте, по лбу, если надо. И сразу все шелковыми становятся. Сегодня мы не стучим ни по голове, ни по парте, потому что были найдены более действенные способы установления дисциплины в классе. Действеннее, чем указка и по лбу? Да. Ну, например, говорить медленнее и тише, если класс себя ведет громко. Или система бонусов и штрафов за нарушение порядка. Ой, нет. В мое время, пока не накричишь, не успокоится. Или родители в школу. А те уж пусть сами с ремнем разбираются. А как еще, если у тебя в классе 30 человек? Понимаю. Ну, к счастью, у нас сейчас группы меньше, и все больше учеников выбирают индивидуальную форму обучения. Ну, то есть они после школы идут с репетитором заниматься. Ой, бедные дети. После школы еще учиться идут. Ну, почему бедные? Учеба может быть интересной и веселой. Тем более, среди моих учеников не только дети, но и взрослые. Взрослые? А их что, в школе не научили? Это что за аппарат? Это компьютер. Через него учителя нашей школы ведут занятия. Это как так? Ну, вот видите вот этот кружочек? Это камера. Она посылает мое изображение ученику в режиме прямой трансляции, как телевизор. А мое изображение ему. А как же учебники, тетради, доска в конце концов? Это наша платформа Вимбокс, и тут уже все есть. Это как будто электронный учебник с доской. Здесь и игры есть, и кино, и все, что нужно на занятии. Да, это, конечно, полезный агрегат. Кнопочек столько. Наверное, очень сложно научиться управлять такой машиной. Ам, нет, совсем не сложно. В наше время мы все умеем пользоваться этими кнопочками на интуитивном уровне. Ой, что это? Портал снова открылся. Я боюсь, вам пора. Извините, что оторвала вас от урока. Спасибо, что рассказали про будущее. Эта машина ваша просто классная. С праздником! Что же это был? Просто сон. Да, не очень-то у меня получилось совершить задуманное. Но ничего. В следующий раз я соберу вечный двигатель. Настя, соберись! Дорогие учителя, от души поздравляю вас с нашим днем. Хочу пожелать вам вдохновения, чтобы ваша работа приносила вам радость и удовольствие. Спасибо вам за то, что делитесь со мной вашим опытом. На этом не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach. Совсем скоро на нашем канале выйдет видео, где мы подробно расскажем о платформе Вимбокс, на которой работают учителя нашей школы. А Толя из рубрики TTTs расскажет про самообразование для учителей. Так что stay tuned! Bye! Субтитры подогнал «Симон»!